Позади меня находится самый продаваемый автомобиль в Китае. Это Baoyun 510. И мне в прошлом году, как вы помните, по счастливой случайности, я его снял и совершенно об этом еще не подозревал. Потому что тогда он только выходил на рынок китайский. И только после того, как я уехал из Китая, начались продажи спустя несколько месяцев. И люди его начали просто покупать какими-то тысячами, десятками тысяч. За год продали, там, чуть ли не 300 тысяч, что ли, автомобилей. Вы просто представьте, у нас весь рынок столько не продает, сколько у них одна модель сделала. Она просто порвала всех. И сейчас, в этом году, знаете, что они сделали? Они выпустили на базе нее же автомобиль, который больше него, который лучше него, которого больше гамма-двигателей, Baoyun 530. И сегодня мы на него, конечно же, посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok А вот оригинальная Кумта что-то у меня сдох всего за полгода, до первых морозов. Но если у вас такие же проблемы, как у меня, могу порекомендовать вам автоспасатель Даджик. В данном случае, чтобы завести наш автомобиль, потому что машина мертва. Берем вот так, чик, к минусу, красный к плюсу, врубаем. Вот так вот. Чудеса! При необходимости вы сразу же можете подать световой сигнал SOS другим водителям. Поможет разбить стекло. И перерезать ремень безопасности. Или вы можете использовать маленький автоспасатель Даджик. Измерить им давление в шинах. Или вы можете подать при помощи него сигнал SOS. В экстренной ситуации помочь разбить стекло, потому что здесь у него есть молоточек. Ну и, конечно же, маленький ножичек, чтобы разрезать застрявший ремень. А в описании, как обычно, найдете ссылочку с промокодом и скидкой в 10%. Вы спросите, в чем же секрет Бау Юна вообще в принципе? Потому что на самом деле стиль, вот он нам такой привези, у нас он не пойдет. У нас не любят какой-то вот этот нестандарт. У нас любят, чтобы фары, фары, чтобы решетка, решетка. Здесь это фирменный стиль GM на самом деле. Он родился. Вот джип сначала, да, такой пошел. Такой не GM даже, а американизм. Вот какой-то нестандартный. То есть они изначально были достаточно смелыми, чтобы запустить такой в массы. Потому что кроссовер стоит смешных денег. Самая главная фишка, что он стоит реально смешных денег. Получается, что всего лишь за 700, за 600, за 800 там в топе вы покупаете супер-мега-клевый кроссовер. Вот у нас таким дизайном обладают машины как минимум от там миллион пятьсот, два, три, выше. То есть смелостью такой даже. Не то, что дизайном, а именно смелостью. Так он и сделан еще неплохо. Посмотрите. Нормальные подводки. Это светодиоды, которые, да, у вас горят. Вот основные блок фары, линзы снизу. Конечно, может быть решение спорное, но все равно получается, что все разнесли по своим местам каким-то. Они работают уже и как противотуманки, освещают дорогу вам неплохо. Морда такая здоровая, массивная. То есть китайцам же нравится все всегда, чтобы оно было круто смотрелось, чтобы большая морда, чтобы много хрома, как у Бьюика. А почему я говорю как у Бьюика? Потому что эта марка, Бау Юн, между прочим, имеет прямое отношение к GM. Если мы откроем с вами капот, то мы увидим, что под капотом как раз-таки двигатель от компании General Motors. Полутора литровой турбо, мощностью 140 лошадиных сил. Или вы можете взять 1.8 атмосферник, мощностью те же там примерно 130-150 лошадиных сил. Даже, может быть, чуть поменьше. В общем, у вас всегда есть выбор. Причем и выбор такой же из коробок. Вы можете взять его на механике, на шестиступенчатой нормальной обычной механике. Либо вы можете взять его на роботе. Роботизированной коробке передач с двойным сцеплением. А это уже реально следующий уровень получается для таких автомобилей. То есть маленькая машинка. Ну, как маленькая? Относительно маленькая. Это уже большая. То есть машина доступная, красивая, вместительная, высокотехнологичная. Так еще и с интересным интерьером. А какой он? Вот давайте посмотрим. Начинается все, конечно же, с дверных ручек, из дверей, с отделки. И она здесь действительно прикольная. То есть, несмотря на то, что жесткий пластик, но все равно вот эта вот окантовка, которая у вас есть металлическая, да? Типа и ручка такая же в стиле, и с кожаной обивкой, подлокотники. То есть машина стоит дешево, но здесь везде есть кожа. Да, верх жесткий. Да, низ жесткий. Но вот здесь вот вам сделали все равно кожаную вставку, которая вам напоминает Мазду. При этом окантовка хорошая. Это не дешевые совсем какие-то дешевые вставки. Они воспринимаются хорошо. Большой дисплей, который тоже в дешевом автомобиле ты увидеть, ну, как-то даже не ожидаешь. Почему? Как? Откуда? Такой дисплей. Они вкорячили без проблем. Простые приборы, понятное дело, но понятные читаемые. Это уже плюс. Плюс кнопки. Вы посмотрите, какие кнопки. Это же прикольно. Когда они кнопкам даже, это внимание к мелочам, они уделили им внимание, они сделали их интересное. То есть это что-то не просто так, не простейшее. Здесь ванночка, но тоже выглядит прикольно. То есть это не выглядит прям дешево очень сильно. Они, конечно же, где-то какие-то моменты простые. Где-то они сэкономили на материалах, это видно, да? Где-то зазоры не выровняли там, ну, у бардачка, как обычно делают китайцы. Но в остальном это неплохая машина. Вы посмотрите на руль. На нем все кнопки есть, все окей. Я надеюсь, что он еще так же регулируется. Ну, должен регулируется. Да, есть рычажок. Он регулируется, правда, только по высоте, но это признак дешевого автомобиля как раз-таки. Но он изначально задран настолько вверх, что вы его можете разве что только опустить. А выдвинут он неплохо. То есть я бы вот так ехал, и мне было бы нормально. В этом и фишка, понимаете? У него, несмотря на где-то, он местами что простой, этот настолько хорошо разбавлено какими-то действительно крутыми штуками, типа кнопок, типа кожи, типа обивки, отделки, вот это вот. Козырек сделали, да? Какие сделать? Не просто так, потому что... Вот, китаец сел такой, о, у него даже кожаный козырек. За его деньги, понимаете? И все, тачка его. Удобные сидения. Я хорошо сижу. То есть я здесь не испытываю проблем, что меня где-то зажали, где-то поджали. Нет, я сижу нормально. Это машина для своих денег. Она во всех качествах, вот они и проявляются, что это, блин, нормальный народу китайскому дали тачку. Бао Цзюн, как он по-китайски, наверняка так, хотя мы Бао Цзюн его надо называем. Блин, сделали тачку китайской мечты. И именно поэтому она настолько сильно хорошо продается. Понимаете? Реально клевая машина. Дешевая и клевая. Я бы купил ее вместо Весты 100%. То есть вот поставь рядом Весту, Веста по всему параметру проиграет. Зачем мне Веста? Давайте посмотрим, сколько места сзади. Потому что вот сейчас я сел, как бы вроде бы, да? Свободно? Пошли посмотрим. Блин, тяжелые двери. И двери тяжелые. Я уже в шоке, друзья. Ну просто вот я сидел сейчас спереди. Можно без клейки это было даже пустить. Понимаете? Я сидел спереди. Вы посмотрите, сколько места. Сколько места. Черт побери. А, не двигаются сидения. А что, а где она семиместная? Ее нет, она не семиместная. Она не семиместная. Это просто вариант такой крутой. 530, более крутой. Но, блин, это представительский вариант, понимаете? Потому что место как в А8. Пока ты сидения не двигаешь, место как в А8. Больше, чем в Камре, место сзади. В китайском кроссовере маленьком. Относительно маленьком. Обалдеть. Нормальный подлокотник. Сделанный качественно. В Туареге, по-моему, такой же. Или даже хуже. Не знаю. Но не буду утверждать. Не берусь. Но, по-моему, да. Много места. Панорамная крыша. Я сижу, блин, мне хорошо. Офигеть. Вы просто посмотрите на это пространство. Я просто в шоке, на самом деле. А что, спокойно можно было подвинуть вот эти вот сколько? 20 сантиметров? 15. Ну, как минимум 10 можно было подвинуть. Освободить место для задних еще рядов. И было бы действительно круто. Пошли посмотрим багажник. Блин, классный кроссовер. Вы посмотрите, двери как закрываются. Они же даже пороги скрывают. Идеально. Идеально. Просто идеально. Кстати, задняя крышка открывается в стиле Audi Q7. Мне кажется, это еще один плюс для этой модели, почему китайцы ее покупают. Смотрите, реально так же все сделано. То есть вместе с фонарями, вместе с частью. Да-да, что с частью? Со всеми фонарями. Все фонари здесь, понимаете? Сделали их неделимыми. Вот она обивка. Да, понятно, где-то отходит. Где-то вот это видно, что просто сделано. Вот здесь она вообще дребезжит. Ну и что? Я уже готов на это закрыть глаза, если я платить буду всего 800 тысяч. Вы представляете, что было бы, если бы он вышел на российский рынок? Я бы его уничтожил за эту полку, наверное. А с другой стороны, да и хрен бы с ней. Она не дороже, чем на Вести. Ой, нет, на Вести не дороже, чем здесь. Зато запасное колесо, и сабвуфер, и по бокам кармашки из пенопласта. Все есть. Единственное, вот с этой, конечно, полкой надо будет разбираться, потому что она там какую-то фигню вытворяет. Большой багажник. Это достаточно крупный багажник. Во всем, в принципе, классе. Тачка огонь. Какой-какой? Это для качков, понимаете? Вы еще и тренируетесь, когда закрываете заднюю крышку, потому что есть усилие такое, которое прямо... Да, надо. Сила. Сила. Но, по крайней мере, здесь она уже закрывается с первого раза. А там еще не совсем. Этот, кстати говоря, поражал воображение тем, что у него, посмотрите, коробка шайбой сделана. А нынешней уже нет. Но здесь тоже. Здесь пороги по-другому сделали. То есть это, в принципе, тачка во всем доработанной 510-й, который так нравился китайцам и так. Просто даже со своими косяками. У него, конечно, более вычурный какой-то внешний вид, он более компактный и стоит дешевле, естественно. Но багажник у него, в принципе, тоже поменьше, поменьше, но не совсем маленький. И задние фонари, смотрите, разделены. То есть получается, что 530 у нас сейчас доработанный вариант 510-го, который стоит чуть дороже, но при этом действительно во всем поинтереснее, покруче. Более широкой гаммой двигателей, там их уже 2 и коробок передач. И прекрасная называется. У нас пошла музыка и розыгрыш конкурсы. Кому шарики, кому чего. Давай подходи. О, господи. А что изменилось в интерьере? Вот, посмотрите, вот та самая шайба. Теперь ее уже нет. Субтитры создавал DimaTorzok